Субтитры подогнал «Симон» В Волгограде состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава региона Андрей Бочаров отметил, что в Волгоградской области уже активно фиксируются первые случаи заболевания штабом омикрон. Рост ежедневной заболеваемости, который за неделю удвоился, также подтверждает начало атаки омикрона. Специалисты прогнозируют достаточно быстрое осложнение обстановки. Уважаемые товарищи, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Комплексно решается задача снижения скорости распространения коронавирусной инфекции, обеспечения распределенного по времени роста нагрузки на систему здравоохранения Волгоградской области с целью продолжения в этот сложный период оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями. На прошедшем на днях заседания клинического совета был разработан и принят целый ряд мер по недопущению лавинообразной нагрузки на систему здравоохранения. Эти меры активно реализуются в медучреждениях Волгоградской области. Поэтапно наращивается инфекционный коечный фонд. Увеличивается количество медицинского персонала, задействованного в борьбе с ковидом. Принимаются дополнительные меры по дезинфекции инфекционных госпиталей, и защите медицинского персонала от заражения коронавирусной инфекцией. Реализуется дополнительное мероприятие по укреплению амбулаторно-поликенического звена и службы скорой медицинской помощи, на которое, как мы ожидаем, ляжет наибольшая нагрузка в этот период. Губернатор особенно подчеркнул, что в связи с распространением омикрона в регионе сохранятся все действующие антиковидные меры. В первую очередь это касается соблюдения масочного режима, продолжения прививочной кампании и самоизоляции для отдельных групп населения. Продлить режим самоизоляции для непривитых жителей Волгоградской области в возрасте 60 лет и старше, а также другие профилактические ограничительные меры, определенные действующим на территории Волгоградской области режимом повышенной готовности. Продолжить плановую работу по формированию устойчивого коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции путем вакцинации и ревакцинации жителей Волгоградской области. Утвердить поэтапный план развертывания инфекционного конечного фонда объемом порядка 10 тысяч коек на базе лечебных заведений и быть в готовности к оперативному переводу медицинских учреждений в режим инфекционных госпиталей. Одновременно в регионе вводится ряд дополнительных мер по борьбе с новым штаммом коронавируса. Одна из основных задач – не допустить вспышек заболевания в социальных и образовательных учреждениях. Это особенно важно, поскольку по данным Роспотребнадзора до 15% увеличилась доля заболевших ковидом детей и подростков. В связи с этим глава региона дал целый ряд поручений. Предусмотреть наличие достаточного количества специализированных инфекционных коек для детей и подростков, исходя из специфики лечения заболевания у данной возрастной категории. Представить предложение по дополнительной поддержке медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе скорой медицинской помощи. Предложение предстоит до 1 февраля. Обеспечить временную передачу медицинским учреждениям амбулаторного звена, части автотранспорта органов исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления. Отдельно губернатор отметил, что в Волгоградской области продолжат действовать запрет на проведение всех форм массовых мероприятий, а работодателям настоятельно рекомендуется рассмотреть возможности внедрения гибкого графика либо дистанционного формата. Рекомендовать предприятиям организации всех форм собственности перевести на удаленный режим работы 30 и более процентов сотрудников, конечно, в первую очередь работников, отночащих группам риска и граждан в возрасте 60 лет и старше. Ограничить проведение массовых мероприятий, за исключением только неотложных мероприятий, минимизировав количество участников и обеспечив выполнение санитарно-эпидологических требований. Оперативный штаб продолжит в круглосуточном режиме следить за развитием эпидемиологической ситуации в регионе и корректировать принятые решения. Ксения Голоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Объединить профессионалов и городских активистов для совместного развития Волжского ввод – главная задача платформы «Волжские навигаторы». 22 января в стенах логинов центра состоялась очередная встреча, где обсудили идеи на миллион. Неравнодушные волжане презентовали свои проекты о том, как сделать город лучше и какую концепцию развития и благоустройства выбрать. Вот сейчас мы просто хотим, чтобы идеи были креативные, чтобы они были поддержаны максимальным количеством людей, чтобы они были нужны, чтобы их охват, то есть использование уже реализованного проекта, было как можно масштабнее. Волжский навигатор – это отличная площадка для продуктивного диалога между администрацией и горожанами. Волжане делятся своими мыслями с командой специалистов. Это проектировщики, дизайнеры, архитекторы. Таким образом, участники получают необходимые навыки и знания для реализации своих идей и становятся благодаря навигатору профессиональными горожанами. Нам очень важно работать с общественными обсуждениями до начала проектирования, потому что мы собираем очень большое количество информации, запросов людей, то, что они хотят видеть и как они хотят видеть у себя в городе. И на данный момент уже формируется общая концепция города, исходя из потребностей и мнений жителей. Экспертная группа рассмотрела несколько новых идей на миллион. Студенческий проект по оборудованию светящейся дорожки, общественный сад, скалодром во дворе, креативное пространство для молодежи. Бурный отклик встретила идея создания народной теплицы для жителей старшего поколения, где можно выращивать овощи и зелень в свое удовольствие. Очень такие были бурные обсуждения. И я приятно была удивлена, что мой проект поддержали. Были предложения по развитию даже на территориях школ установлению теплиц, поскольку... И просили даже участники конференции, что категорию расширить, что это не только должны быть граждане пожилого возраста, но еще и школьники, жители близлежащих районов. Еще одной важной темой встречи стало общественное обсуждение предложений для участия во всероссийском конкурсе лучших турпроектов. А именно проект комплекса мероприятий для территории туристического центра Волжского площадью в 100 гектаров. Еще мы приняли участие в общественном обсуждении проекта «Культуристский код города». Этот проект имеет возможность получить поддержку в 150 миллионов рублей и изменить культурный центр города. Такие занятия проходят каждую неделю. В Волжском навигаторе принимают участие студенты и ректоры вузов, первостроители и даже жители близлежащих поселков. Предложить свою идею может любой желающий. И для этого необходимо отправить свою заявку на электронный адрес urban.vlz.sobaka.mail.ru администрации городского округа города Волжский. Валентина Конышева, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». В Волгоградской области на карантин по коронавирусу закрыли отдельные классы в 68 школах. Еще в 11 учебных заведениях дистанционный режим частично введен из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в областном комитете образования, полностью закрытых на карантин школ в регионе пока нет. В учебных заведениях ведется регулярная термометрия. Учисля следят за состоянием здоровья детей. Родителям напоминают, при малейшем недомогании ребенка лучше оставить дома, чтобы не подвергать риску ни его, ни здоровье других школьников и педагогов. Напомним, карантин в классах и группах вводится, если ковид выявлен хотя бы у одного ученика. Или если ОРВИ заболели более 20% детей в классе. Глава региона Андрей Бочаров провел заседание Губернаторского совета по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. На повестке дня вопрос эффективной работы предприятий области в условиях пандемии и заботы о здоровье работников промышленного комплекса. Промышленный сектор был и остается основным системообразующим для Волгоградской области. Промышленность – это порядка 32% валово-регионального продукта, более чем 45% доходов консолидированного бюджета Волгоградской области. Это свыше 130 тысяч работников, или 23% от общего числа занятых в экономике. А с учетом членов семей промышленный сектор обеспечивает работой и формирует семейные бюджеты более чем пятой части всех жителей Волгоградской области. В видеоселекторном совещании приняли участие руководители 40 ведущих предприятий региона. Андрей Бочаров отметил, что именно грамотная продуманная позиция директорского корпуса позволит избежать коллапса промышленности и сохранить текущие показатели. В этой связи губернатор дал целый ряд поручений. Взять на личный контроль ход вакцинации и своевременной ревакцинации работников, возглавляемых вами предприятий, а также членов семей. Неукоснительно следует всем рекомендациям главного санитарного врача и оперативного штаба Волгоградской области. Возобновить, такой аналс есть, была такая работа, или продолжить работу оперативных штабов на предприятиях и в организациях Волгоградской области. Разработать планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, организациях и незамедлительно приступить к их выполнению. Также руководители предприятия обязаны обеспечить регулярную дезинфекцию помещений, тестирование сотрудников на наличие заболевания, при необходимости организовать доставку работников и ввести дополнительные меры поддержки. Ряд сотрудников предлагается по возможности перевести на удаленный формат. Обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный режим работы, а также в зависимости от специфики технологических процессов на производстве, эффективное применение различных гибких форм занятости людей, сокращенный рабочий день, вактовые или посменные механизмы, ну и другие возможные меры. Также глава региона напомнила необходимость актуализировать инвестиционные и производственные планы промышленных предприятий с целью выполнения в полном объеме установленных производственных показателей. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Волгоградская детская клиническая больница номер 8, уже давно переоборудованная в инфекционный стационар для пациентов с коронавирусом, увеличивает коечный фонд. Вместо нынешних 160 в медучреждении будет развернуто 250 коек. Это связано в первую очередь с тем, что за последнее время значительно увеличилось число заболевших ковидом среди детей. За неделю прирост составил почти в 2,5 раза. На сегодняшнее утро у нас состоит 77 детей на лечении с коронавирусной инфекцией. У всех детей диагноз коронавирусной инфекции подтвержден, поскольку госпециализируются сейчас в стационар дети с явлениями ОРЗ, и на входе обязательно у всех берется экспресс-тест. То есть поликлиниками, либо другими стационарами. Сейчас проводится 100% обследование на коронавирусную инфекцию. И если ребенок нуждается в госпитализации, у него положительный тест, эти дети госпитализируются к нам. Кроме того, ковидный стационар 8-й больницы перестает принимать взрослых, доставленных службой скорой помощи. Исключение делается только для пациентов из семейного очага. Если в больницу поступает маленький ребенок с подтвержденным ковидом, вместе с ним госпитализируется и родственник с положительным тестом, которому также будет оказана медицинская помощь. На сегодняшний день в больнице проходит лечение сразу несколько маленьких пациентов в тяжелом состоянии. В настоящее время в реанимации лежит ребенок до года с 50% поражением легких. Есть три ребенка, которые находятся в палатах интенсивной терапии, у которых поражение легких более 30-40%. Эти дети находятся на интенсивном лечении антикоагулянтами, биологическими препаратами, гормонами. То есть и само по себе не только заболевание, но и лечение достаточно сложное, достаточно объемное. Волгоградцам напоминают, в нынешней ситуации только вакцинация позволит обезопасить себя и своих близких от тяжелого течения болезни, особенно в свете распространения в регионе нового штамма ковида. У меня практически 95% коллектива привиты. 5% не привиты, потому что они переболевшие. То есть у них нет 6 месяцев после. То есть все, кто перенес прививку, и плюс уже очень большое количество людей ревакцинировались, прекрасно перенесли, и никаких последствий для здоровья на сегодняшний день мы не имеем. А вот у людей, переболевших ковидом, количество хронических заболеваний, те, которые у них обострились, новые заболевания, которые появились в результате коронавирусной инфекции, очень большое число. В Волгограде состоялась встреча первого заместителя губернатора, председателя регионального комитета финансов Александра Дорждеева с представителями бизнес-сообщества Волгоградской области. Работа предприятия в условиях новой волны ковида, сохранение здоровья работников, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. Вот лишь некоторые темы встречи. В этот сложный период мы должны принять все меры, чтобы максимально сохранить действующий бизнес, оказать поддержку наиболее пострадавшим отраслям. Сектор малого и среднего предпринимательства был и остается значим для экономики Волгоградской области, потому что это более чем 20% доходов консолидированного бюджета, это свыше 307 тысяч работников, или 29% от общего числа занятых в экономике с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Поэтому в настоящее время нам очень важно таким образом организовать деятельность субъекту малого и среднего предпринимательства и выполнение наших планов, чтобы минимизировать риски здоровья людей, занятых в этом секторе экономики, но вместе с тем и оказать поддержку самим хозяйственным субъектам. Опыт такой работы у региона уже есть. По инициативе губернатора в течение 2020-2021 годов в области были разработаны и внедрены три пакета антикризисных мер. В 2022 году начал действовать четвертый пакет на общую сумму порядка 2,5 миллиардов рублей. Каждый из пакетов мер поддержки включал это налоговые льготы, прямая финансовая поддержка бизнеса, имущественная поддержка, содействие инвестиционной деятельности и административные меры поддержки. Объем трех пакетов меры региональной поддержки оценится в общую сумму более 7 миллиардов рублей. В целом принятые меры по трем пакетам позволяют поддержать порядка 50 тысяч хозяйственных субъектов на нашей территории. Принимаемые меры по поддержке организации и индивидуальных предпринимателей позволяют нивелировать последствия различного рода ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, оказать реальную поддержку в период восстановления бизнеса. Александр Дорждеев напомнил руководителям предприятий о необходимости личного контроля за соблюдением на производстве всех необходимых мер. В первую очередь это касается обеспечения эпидемиологической безопасности сотрудников. Взять на личный контроль ход вакцинации и своевременная ревакцинация работников возглавляемых вами предприятий, а также члену их семей. Неукослительно следовать всем рекомендациям главного государственного санитарного врача и оперативного штаба Волгоградской области. Разработать планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, в организациях и незамедлительно приступить к их выполнению. На постоянной основе обеспечить дезинфекционные и другие противоэпидемические меры на территории предприятий и организации. Руководитель Комитета финансов особенно подчеркнул, что только слаженная и грамотная работа позволит сохранить здоровье граждан и экономическую и социальную стабильность региона. Ксения Аковоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. В крупнейшей в России рекрутинговой компании рассказали, как должна рассчитываться зарплата за январь с учетом праздничных дней. Если сотрудник получает ежемесячный оклад и отработал все рабочие по производственному календарю дни, то работодатель должен ему выплатить фиксированный оклад, установленный в трудовом договоре. Зарплата за январь может оказаться меньше при условии больничного или отпуска в этом месяце. Больничный оплачивается исходя среднемесячного заработка сотрудника за предшествующие два года. А при расчете отпускных за основу берется средний заработок за прошедшие 12 календарных месяцев, в течение которых заработникам сохраняется заработная плата. Зарплата за первый в году месяц может оказаться и выше фиксированного оклада за счет премии. Рекрутеры провели исследование и выяснили, что в нашем регионе за 2021 год дополнительные денежные выплаты получили всего 10 респондентов. 44% ответили, что в их организациях практика выплаты премии отсутствует вовсе. Глава региона Андрей Бочаров принял участие в заседании Координационного совета при правительстве Российской Федерации под руководством Михаила Мишустина. На повестке дня стоял вопрос по борьбе с коронавирусом. Совещание провели в формате видеоконференции. Ситуация в Вагоградской области в связи с пандемией непростая, но находится под контролем. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Андрей Бочаров в ходе заседания клинического совета поставил задачи перед профильными ведомствами подготовить медицинские учреждения и персонал к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации. Накануне в регионе выявлены первые инфицированные штаммом омикрон. Также в ходе совещания с премьер-министром поставлена задача разработать в короткие сроки дополнительные меры и предложения, которые помогут снизить скорость распространения COVID-19. Восьмая по счёту модельная библиотека начнёт свою работу в Кумылжинском районе Волгоградской области. На модернизацию учреждения получат 10 миллионов рублей. На сегодняшний день библиотека располагается в здании 1974 года постройки. По плану после реконструкции здесь откроется инновационная площадка для посетителей всех возрастов. Помимо читального зала будут организованы занятия по самообразованию, встречи творческих групп, знакомства с книжными новинками, работа с виртуальным пространством. Открытие нового центра запланировано уже на этот год. Напомним, создание модельных библиотек в районных центрах Волгоградской области стало частью системной работы по обновлению культурных площадок. Первая подобная библиотека открылась в конце 2020 года в Паласовке. В связи с выявлением в регионе первых случаев заболевания новым штаммом «Омикрон» в Волгоградской области продолжает действовать целый ряд ограничительных мер. В первую очередь это касается соблюдения жителями масочного режима в общественных местах и транспорте. Вход в непродовольственные магазины осуществляется только при предъявлении QR-кода, а сотрудники обязаны носить маску и перчатки. В соблюдении их регулярно проверяют специальные инспекции. Так масочный рейд прошел в крупном торговом центре Ворошиловского района Волгограда. Ваши работники обязаны были предложить ему одеть маску или отказать под службу. Ну а ваша задача, наверное, как директора, какие-то меры с контролем предпринять в этом направлении. Однако ничего этого не было сделано. Данное событие является событием административного правонарушения. По цену даст суд. Организацию я приглашу для составления протокола установленного законного спектра. Вам понятно? Да. Рейд показал, что несмотря на предупреждение и опасность для здоровья, как своего, так и окружающих, не все жители региона готовы соблюдать антиковидные меры. Более того, нарушения отмечены среди юридических лиц. Инспекторы выписали целый ряд протоколов об административном правонарушении. В ходе рейда выявлены нарушения как у физических лиц, так и у юридических лиц. Граждане ходят без масок, по-прежнему не соблюдают это требование. Выявленные в определенные нарушения, хозяйствующие субъекты продолжают обслуживать граждан без перчаток, при этом обслуживают граждан, которые находятся без масок. Граждане, которые нарушили масочный режим, либо предупреждение, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В хозяйстве юридические лица от 100 до 300. Пренебрежение средствами индивидуальной защиты основное нарушение фиксируемые инспекторами. При этом, по наблюдениям медиков, ношение маски и ее регулярная замена – одно из важных средств профилактики. Отказываться от масок не рекомендуют и тем, кто уже переболел или прошел вакцинацию. Это особенно важно в свете роста числа заболевших на территории Волгоградской области. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Инспекция Гожилнадзора проверяет, насколько качественные и своевременно убираются придомовые территории от снега и наледи. Инспекторы обследовали территории 2517 домов, которые находятся в управлении 102 организаций. К сожалению, устанавливаются и территории, где соответствующих мер надлежащим образом не принято – это уже порядка 286 домов. По ним будут приниматься соответствующие меры реагирования в части выдачи предписаний управляющим организациям по устранению выявленных недостатков. И если уже после этих мер недостатки не будут устранены, то уже соответствующие меры административного воздействия будут приниматься. В ходе рейда специалисты проверили состояние дворов в центральном районе Волгограда. Так, на улице Кубанская, 15А, около подъезда просматривается асфальтобетонное покрытие и устранение наледи ведется под скребок. Но если отойти подальше, то можно увидеть снежное образование и ту самую наледь. А это уже очевидный недочет в уборке. Частота и благоустройство придомовых территорий напрямую зависит от обслуживающих компаний и сотрудников, кто там работает. А вот жильцам дома по улице Чапаева 18 повезло. За порядком круглый год в этом дворе следит Николай Чернышов. Его рабочий день начинается в 7 утра. Но если есть необходимость, то дворник выходит на работу и раньше. Работаю я здесь уже 5 лет. Входит в обязанности уборка снега, посыпать песочком с солью, ну и ступеньки там чистятся подъездные, чтобы скользко не было жителям. Ну и когда сильный снегопад, на часу дают трактор, прочищаем. А так все лопаты вручную. У меня две грамоты есть, как бы не три даже, за хорошую уборку территории. Один я на этом участке, вот этот дом стоит от того угла дома и вот двадцатый, два дома. И вокруг домов еще убирают. Жильцы дома ценят своего дворника и хорошо отзываются о работе своей управляющей компании. Нас устраивает, у нас хороший дворник. В случае, если жильцы замечают, что обслуживающая организация не принимает никаких мер по устранению замечаний, то необходимо обращаться с заявлениями в госжилнадзор. В инспекции выясняют, кому принадлежит земельный участок и применяют соответствующие санкции. Есть обращения жителей, как бы мы на них реагируем. За время новогодних праздников в жилищно-коммунальный отдел совместно с административной инспекцией работали все праздники. Провели 176 осмотров дворовых территорий, выявлено 68 нарушений, по ним выдано 22 введомления об устранении и составлено 8 протоколов по управляющим компаниям и по ТСЖ. Отметим, что Центр управления регионами совместно с муниципалитетами запустили чат-бот в одном из мессенджеров, куда жители напрямую могут отправлять свои жалобы. К нам эти заявления поступают, мы на них стараемся быстро реагировать, то есть как бы с управляющей компанией с ТСЖ работаем напрямую, то есть все проблемы и все недочеты стараемся распространять. Наведение порядка в сфере ЖКХ, формирование рынка добросовестных управляющих организаций проводится в Волгоградской области на постоянной основе. Это способствует повышению качества оказываемых жителям коммунальных услуг. К тому же в нашем регионе впервые в России стали аннулировать лицензии управляющих компаний через суд. Валентина Конышева, Вадим Шабанов, телеканал Волгоград-1. 20 января жители города наблюдали массовое появление тракторов щеток на улицах Волгограда. Как сообщает в мэрии, на борьбу с гололедом и снежными накатами на тротуар вышли 20 единиц спецтехники. Мероприятия по расчистке дворов и пешеходных зон прошли и в городе Волжском. За изменениями погоды специалисты следят на постоянной основе. Техника для расчистки приведена в состояние повышенной готовности. Напомним, что накануне инспекторы госжилнадзора проверили ситуацию с уборкой снега и наледи у придомовых территорий во дворах центрального района. В ходе рейда специалисты выявили ряд нарушений. Волгоградцев и гостей города просят не оставлять автомобили на проезжей части, так как это может помешать работе снегоуборочной техники. Магазин «Пятигорские меха» объявляет распродажу. Скидки от 20%. Волгоградский флебологический центр. Мы лечим варикозную болезнь и геморрой лазером уже 16 лет. Консультация опытных врачей-флебологов СУЗИВЕН за 1500 рублей. Варикоз, тромбоз, геморрой, боли в ногах? Мы поможем каждому пациенту. Запишись на консультацию на сайте или по телефону 47 47 14. Лечение больных вен – наша профессия. Мастерская Новикова изготовит и доставит памятники из гранита и из мрамора от эконом до премиум-класса с установкой в Волгограде и области. Собственное производство с 1985 года. Работают филиалы в городах – Волгоград, Михайловка, Котельниково и Волжский. Пенсионерам скидки. Мастерская Новикова. Жизнь, остановленная в камне. Это Валя. Она не любит. Когда вместо прямого эфира – одни пиксели. Когда папа Виталик постоянно перезагружает роутер. Валя любит. Стабильный интернет и проверенные роутеры. Поэтому дом у нее – дом.ру. Волгоградскому заводу буровой техники требуется стропольщик. Заработная плата от 30 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Обязанности – обвязка или зацепка груза в соответствии со схемами строповки груза. Требование, подтвержденный опыт работы, обязателен. Документы, удостоверяющие опыт работы. Что мы предлагаем? Официальное трудоустройство строго по Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная белая заработная плата выплачивается два раза в месяц – с 15 и 30 числа. Оплачиваемый отпуск и больничные листы. График работы 5-2 по 8 часов. Работникам предоставляется СИС, инструмент, спецодежда, лето-зима и спецобувь. Бесплатное прохождение медосмотра. Наличие профсоюза, который предоставляет путевки и подарки. На нескольких маршрутах общественного транспорта уберут кондукторов. В салонах троллейбусов установят по 3-4 терминала, которые закрепят на поручнях. Такая тенденция связана прежде всего с нехваткой кондукторов и, к тому же, с ростом заболеваемости коронавирусом, а также сезонными простудами. Как отметили в департаменте городского хозяйства, это меры вынужденные. Кондуктор, находясь в салоне во время поездки, следит за обстановкой и за пассажирами. Сейчас эта обязанность лежит на водителях. Специалисты изучают опыт других городов, в которых уже применяют систему бесконтактной оплаты в общественном транспорте. Будущие терминалы должны принимать все виды оплаты по картам, прием наличных останется за водителем. Если работу кондукторов можно частично заменить электроникой, то с водителями дело обстоит иначе. И в условиях пандемии этот вопрос стал еще более актуальным. В городских пассажирских предприятиях на постоянной основе открыт набор на вакансию водителей категории «Д». В наступившем году уже заключены государственные договоры на 28 однокомнатных квартир, которые выдадут детям. Об этом сообщают в прислужбе администрации региона. В областном комитете по строительству рассказали, что требования к качеству квартир для детей-сирот находятся на высоком уровне. Специалисты принимают к рассмотрению обустроенные однушки с отделкой под ключ. Такое жилье должно быть оборудовано кухонной плитой и новым санузлом, а также приборами учета потребления воды и электроэнергии. Квартиры должны находиться в домах, расположенных вблизи остановок общественного транспорта и социально значимых объектов. Чаще всего жилье закупается в динамично развивающихся микрорайонах. Дети-сироты могут получить и временное жилье из спецжилфонда. В прошлом году возможностью заселиться в маневренный фонд воспользовались 85 человек. Вопрос по обеспечению детей-сирот стоит на особом контроле у главы региона Андрея Бочарова. Как сообщили в прислужбе администрации Волгограда, коррективы в маршрут вспомогательного автобуса номер 50 внесены по запросам жителей. С 20 января микроавтобусы будут заезжать в отдаленный поселок Верхняя Ельшанка, что находится в Советском районе. Добавилась и остановка радиоцентр. Напомним, что микроавтобусы уже заезжают в микрорайон Комарова. Таким образом, протяженность пути увеличилась на 8 километров. Конечная точка отсчета маршрута 50 станет разворотная площадка в центре поселка Верхняя Ельшанка. Жители поселка Верхняя Ельшанка обслуживает и маршрут 31К по старому расписанию. Внесенные изменения позволили связать отдаленные поселки с Советским, Ворошиловским, Центральным и Держинским районами города. Две Волгоградские школы-интернаты для детей с особенностями здоровья стали участниками федерального проекта Доброшкола. Как сообщили в областном комитете образования, здесь будут открыты мастерские строительного и агропромышленного профиля, а также гончарные и швейные. Кроме того, в школах модернизируют кабинеты логопедов, дефектологов и психологов, оснастят необходимым современным оборудованием. Также в планах открытие студии декоративно-прикладного творчества, залов для занятий адаптивной физкультурой, классов социально-бытовой ориентировки. Напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области уже модернизирована инфраструктура четырех коррекционных школ. С открытием современных мастерских ребята получают возможность обучиться различным профессиям и подготовиться к чемпионату профмастерства «Обилимпикс». «Обилимпикс». В прошлом году санавиация транспортировала из районов Волгоградской области более 300 пациентов. В этом году планируется совершить не менее 400 вылетов. Вертолет санитарной авиации наш регион получил в 2017 году. За это время крылатые медики спасли порядка 1400 человек. Это направление в медицине продолжает активно развиваться в рамках национального проекта здравоохранения. Живая елка Живая елка – это главное новогоднее украшение. Но праздник проходит, и встает вопрос, а что же с ней делать? Чаще всего елки просто выбрасывают, но есть способ лучше. Вот уже второй год в Волгограде проходит уникальная для города акция «Елка». Ее организатором выступает торговый центр «Акварель». На его территории открыт единственный в Волгограде пункт приема живых елок на переработку. Акция уже стартовала со 2 января и будет идти до самого 1 марта. Даже для тех, кто любит выкидывать елку уже когда наступила весна. Мы уже собрали около 800 деревьев и надеемся, что это только начало, потому что на самом деле только середина января, и это уже высокие результаты. В прошлом году за всю акцию мы собрали 1200 деревьев, но в прошлом году акция стартовала впервые. Сдать дерево можно абсолютно бесплатно. Главное, чтобы на нем было новогодних украшений и упаковочных материалов. Собранные елки переработают, а получившиеся и щепа отправятся в приют для животных. Только за прошлый год с первых на переработку деревьев получилось 160 мешков щепы. Благодаря ей теплые вольеры на зиму получили почти 1300 собак и кошек. В конечном итоге мы все собранные деревья по окончанию акции переработаем щепу и передадим в приют хвостатый дом в Красноармейском районе. На взгляд команды акварели обязательно сдавать елки, потому что иначе их увезут на полигоны, и они там будут гнить и будут никому не нужны. А в приюте при этом они послужат классной подстилкой для животных, теплой и, главное, удобной. Пункт 3. Елок работает на парковке торгового комплекса акварели. Рядом с кольцом добро пожаловать. Время работы с 6 утра и до полуночи. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Малкоград-1». Волгоградским полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого в участии в телефонных мошенничествах. Схема обмана, которой пользовались преступники правоохранительным органом, давно известна. На телефон поступает звонок от родственника, якобы попавшего в ДТП. Далее инициативу в разговоре перехватывает лжиоследователь и объясняет, что за определенную сумму это недоразумение можно урегулировать. Только за последние месяцы в Волгограде жертвами таких схем стали сразу несколько пенсионеров. Основная задача преступников – сбить пожилого человека с толку, сыграв на чувствах и не дав сориентироваться. «Я сняла трубку. Алло. И сразу тут же вопль девичий. Бабушка, я попала в ДТП. У меня, возможно, серьезные травмы. А я – Маша, а ты где сейчас?» «Да я в больнице. Может быть, даже перелом ребер у меня. Мне дышать трудно. Можешь ты мне помочь?» Тут сейчас вот и полиция, следователи сейчас допрашивали меня. Вот. И женщина пострадала, которая ехала на машине. Ее вроде бы забрали в реанимацию, как говорят. Ну, все. У меня шок. И я уже не знаю, что делать. За урегулирование конфликта у пожилой женщины потребовали 800 тысяч рублей. Таких денег у пенсионерки не оказалось. И тем не менее, за спасение внучки она отдала все имевшиеся сбережения – 100 тысяч рублей. Сверток с деньгами женщина передала таксисту. От него деньги получил специальный курьер. Правоохранителям удалось его задержать. Им оказался 23-летний местный житель. По версии следствия, он причастен к серии телефонных мошенничеств, в ходе которых пенсионеры из областного центра лишились своих сбережений. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник вместе с приятелями приехал в Волгоград. Сначала он собирался работать курьером в одном из интернет-магазинов. Однако затем предпочел откликнуться на объявление из спам-рассылки, в котором говорилось о несложной работе с очень высокой зарплатой. Суть работы заключалась в следующем. Подозреваемый должен был забирать свертки с деньгами, класть средства на свой счет, а потом за определенный процент переводить анонимному работодателю. Криминальный характер предложенной работы был налицо, однако подозреваемый все равно согласился. А какие суммы были? Большие суммы были. Ну, примерно. Вы же можете сказать, вы же переводили? Ну, сто, сто, двести бывало. Ну, я думал, сначала ничего страшного, а потом уже понял, что суммы тоже крупные, как бы, ну, все потому что это все постоянно, ну, как, продолжалось уже в течение месяца, там, ну, там, неделю, там, три раза такие посылки были. Вот. Но я не думал, что что-то серьезное. Ну, с этого. Но вы знали, что это, чем все это может обернуться? Нет. Следствию известно об участии подозреваемого как минимум в 11 эпизодах мошенничества. Проверяется его причастность к другим случаям и ведется работа по поиску его подельников. Сотрудники полиции напоминают, при наступлении таких звонков необходимо сохранять спокойствие и немедленно связаться с родственниками. О попытке мошенничества также стоит сообщить в полицию. Валентина Конышева, Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Волгоградской области. В Волгограде сотрудники полиции продолжают подготовку к празднованию юбилея со дня формирования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД. Летом 1942 года легендарная дивизия, память которой вековечна на площади чекистов в Рашиловском районе Волгограда, стала единственным заслоном на пути фашистов к Сталинграду. К октябрю 1942 года из 8 тысяч бойцов в живых осталось около 200 человек. Воинское соединение под командованием полковника Александра Сараева обороняло подступы к городу и одновременно обеспечивало порядок в Сталинграде. С историей боевого пути 10-й дивизии НКВД молодых сотрудников полиции познакомили на специальном открытом уроке. Правоохранителям рассказали об ее формировании, вооружении, героях-чекистах, а также об особом подразделении в 28-м отдельном отряде собак-истребителей танков. Для наглядного изображения на встрече присутствовали сотрудники полиции, облаченные в форму военных лет, кинолога и кавалериста. Волгоградские полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что учредительница микрофинансовой организации и ее помощница создали настоящую финансовую пирамиду и на протяжении долгого времени обманывали доверчивых граждан, соблазнившихся легким заработком. Они убеждали граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах. Злоумышленницы сразу же отдавали заемщикам часть полученных денег и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Они делали это в течение первых нескольких месяцев за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались. Полученные обманным путем средства, подозреваемые тратили на собственные нужды покупку элитных квартир, автомобилей премиум-класса и других предметов роскоши. Всего в полицию поступило более 200 заявлений от потерпевших. Каждый из них отдал мошенницам от 1 до 8,5 миллионов рублей. При этом известно, что всего в организацию обратилось как минимум 600 человек, взявших кредиты на общую сумму не менее 100 миллионов рублей. Личности подозреваемых были установлены и женщин задержали в Волгоградском аэропорту при попытке покинуть регион. По месту ее жительства и в офисах прошли обыски. В ходе обыска в полицейские обнаружили банковские карты, кредитные договоры, наличные деньги, бухгалтерские записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают ли участие других потерпевших от действий мошенников. Из-за установившейся в Волгоградской области морозов поверхность природных водоемов покрылась ледяной коркой. Ледяной панцирь блокирует доступ воздуха и кислорода для рыб, в первую очередь для молодых особей. Чтобы уберечь рыбу от гибели, специалисты уже приступили к мероприятиям по аэрации. В пойменных озерах экологи продувают водоемы при помощи мотопомпы и пробуривают лунки. В них устанавливают тростниковые пучки. Так уже спасена рыба в озерах Большое и Малое Вяжное в Усть-Медведевском парке. На очереди еще 13 водоемов. Волгоградские трассы снова заметают снегом. На дорогах образуется наледь. К обеду 18 января федеральная автомагистраль Волгоград-Саратов-Сызрань оказалась парализована. Непростая ситуация сложилась на дорожном участке в Камышинском районе вблизи поселка Белогорки. Этот участок имеет особый рельеф местности с многочисленными спусками и подъемами. Именно здесь образовался затор из автомобилей. На помощь водителям выехали дополнительные экипажи ДПС. Дорожные службы ведут расчистку трассы и обрабатывают реагентами. По информации обл.комдортранса, в ночь на 18 января для обработки областных и муниципальных магистралей службы использовали 1500 тонн песко-соляной смеси. В борьбе со стихией задействовали комбинированные спецмашины, погрузчики, автогрейдеры и роторные снегочистители и самосвалы. По информации мэрии Волгограда, на дорожно-уличную сеть вышли как механизированные колонны для уборки снега и наледи, так и отдельные спецмашины. Дорожники и коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. Отметим, что расчистка магистрали началась накануне вечером, когда возобновили снежные осадки. С вечера 21 января на дороге нанесли 780 тонн песко-соляной смеси. Первоочередно специалисты обрабатывают спуски, подъемы, перекрестки загруженным движением. После этого начинают нанесение спецсредств на внутрирайонные проезды и улицы. Дорожные службы очищают и обрабатывают территории на остановках общественного транспорта. На территориях общественных пространств на борьбу с последствиями снегопада в 6 часов утра вышли порядка 150 сотрудников коммунальных служб. Многие хозяева домашних питомцев опасаются наркоза и отказываются от необходимых операций, так как просто боятся, что это может еще сильнее навредить любимцу. Но ветеринарные клиники доктора Чулковой на улице Пархоменко, 55 Г, знают об анестезии все. В сети клиник специалисты используют новейшее оборудование, которое позволяет следить за состоянием животного перед операцией во время и после. Врачи мониторят пульс, дыхание, уровень кислорода, давление и работу сердца пациента. Как я люблю говорить своим пациентам, нельзя бояться наркоза, надо бояться болезни. И возраст не является противопоказанием для дачи анестезии. Мы готовы принимать наших операционных сложных пациентов, возрастных пациентов и даже пациентов с кардиопатологией. Подготовка к операции – задача не из простых. К анестезии должен быть готов не только пациент, но и врач. Для этого необходимо записаться на консультацию к анестезиологу и, как правило, при плановом хирургическом вмешательстве – это несколько дней до операции. Данная процедура необходима, чтобы анестезиолог провел осмотр, собрал информацию необходимую и провел необходимую диагностику. Это анализы крови, клинические, биохимические. Это обязательно консультация кардиолога, эхо сердца, если необходимо, ЭКГ. Врачи ветеринарной клиники доктора Чулкова имеют многолетний опыт по оказанию квалифицированной помощи братьям нашим меньшим по разным направлениям. Отметим, что при клинике есть и своя лаборатория, которая позволяет быстро получать результаты анализов, тем самым ускоряя процесс оказания экстренной помощи животному. Иногда требуются дополнительные исследования в зависимости от наличия хронических заболеваний. Это все очень важные моменты, которые требуют ответственного подхода не только со стороны врача. И в конце, когда у анестезиолога есть полная картина, как работает организм, он может составить индивидуальный план мультимодальной анализии. Опытные ветеринары клиники доктора Чулкова на улице Пархоменко, 55 Г, всегда расскажут хозяину, как подготовить домашнего любимца к операции и к другим процедурам. Как снизить уровень стресса и какую диету соблюдать? Как отмечают специалисты, так называемая голодная диета может быть противопоказана. И самое главное, не пренебрегайте предоперационным обследованием перед хирургическим вмешательством. Валентина Конышева, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Строительство нового жилого комплекса «Родные пенаты» в Краснооктябрьском районе Волгограда началось в августе 2019 года. Уже в декабре 2021-го с опережением графика на 4 месяца все работы были закончены. Пристальный контроль за качеством осуществлялся на всех этапах строительства, что и позволило завершить объект раньше срока. У нас построена в организации система контроля качества строительства, благодаря которой, безусловно, все работы выполняются качественно. Дефекты, которые на стадии строительства выявляются, сразу же исправляются. Поэтому мы получаем очень качественный конечный продукт. Жильцы получают очень качественные квартиры. Для Валерии и Ксении Меньшиковых приобретение новой квартиры стало долгожданным событием. К выбору жилья супруги подошли очень ответственно. И жилой комплекс «Родные пенаты» стал для них отличным вариантом. Мы живем на Красном Октябре и к выбору своей новой квартиры относились весьма ответственно. И когда мы получили информацию, что компания «Астрон» строит новый жилой комплекс «Родные пенаты», мы очень обрадовались, потому что это находилось рядом с нами. Во-первых, в доступной близости все наши необходимые места работы и предыдущие места жительства. И еще было немаловажным то, что мы имели возможность контролировать качество строительства на каждом этапе стройки. Теплые и прочные стены из силикатного кирпича, энергоэффективные окна, современная автоматизированная система отопления, огороженная и благоустроенная придомовая территория – вот лишний полный список достоинств жилого комплекса. Очень понравилась квартира. Никаких замечаний по качеству у нас нет совершенно. И еще немаловажная кладовочка. У нас есть своя маленькая кладовочка, которая находится в подвале, в которой мы будем складывать не самые необходимые вещи, но она будет являться отличным подспорьем в нашем домашнем хозяйстве. Жилой комплекс «Родные Пенаты» построен с использованием самых современных технологий. Система автоматизации позволяет регулировать отопление в зависимости от погодных условий. Если температура воздуха повышается, батареи в квартирах автоматически становятся прохладнее. Это позволяет избегать так называемого «перитопа» из-за облачных цен в платежных квитанциях. Также жилой комплекс оборудован датчиками движения и системами видеонаблюдения. Мы всегда особое внимание уделяем трем основным направлениям. Мы стараемся, чтобы наши жилые комплексы были безопасными, были долговечными и были комфортными. По всем этим трем основным направлениям мы всегда следим за самыми современными достижениями строительной индустрии и стараемся внедрять их на наших объектах. Если говорить о современных системах, той же системы видеонаблюдения, она есть не только на детских площадках, она есть и на всей территории жилого комплекса. Поэтому автомобили на автопарковке, велосипеды будут под наблюдением. В конце прошлого года группа компании «Астрон» начала строительство нового жилого комплекса под названием «Эталон». Располагается он также в Краснооктябрьском районе и с нетерпением ждет новых жителей. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Футболисты волгоградского ротора в эти дни находятся в Крымске, где проводят учебно-тренировочный сбор под руководством нового главного тренера Артема Куликова. Первый сбор после отпуска, как правило, носит втягивающий характер. По словам наставника, все игроки приехали здоровыми, с хорошим настроением и сразу включились в работу. А работать действительно надо упорно, поскольку осеннюю часть сезона, как мы помним, наша команда закончила просто катастрофически, опустившись в зону вылета во втором по силе в футбольном дивизионе. На данный момент закладывается, так скажем, новый фундамент и идет работа над физикой. Помимо бега игроки работают в тренажерном зале, играют квадраты, отрабатывают игровые компоненты. Тренерский штаб старается разнообразить тренировочный процесс. В целом этот сбор направлен именно на аэробные возможности, чтобы ребята после отпуска могли привести себя в нормальное состояние. И также упор будет сделан на силовые возможности ребят. И в целом, чтобы мы к Турции уже подошли к основным сборам, уже мы могли войти и в игровой ритм. Команды спокойно могла работать и в скоростиловом сегменте. И до этого этот сбор несет именно такую нагрузку, именно втягивающий сбор. И составляющий его именно привести ребят в боевое состояние, чтобы в дальнейшем уже повышать эту нагрузку. Уже сегодня, 20 января, Ротер сыграет первый контрольный поединок в новом году. Соперником нашей команды будет любительский коллектив Виста из Геленджика, выступающий в чемпионате Краснодарского края. Стоит отметить, что Висту возглавляет 35-летний испанский наставник Джерард Нус, в послужном списке которого работа в сборной Ганы, ряде клубов Испании и самое интересное. Нус начинал тренерскую карьеру в 22-летнем возрасте в роли помощника самого Рафаэля Бенитеса в английском Ливерпуле. О том, как пройдет матч и с каким результатом закончится, смотрите в наших выпусках новостей. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1». Подробный прогноз погоды представляет ООО ВДЦ «Медицинский центр». 20 лет безупречной работы, качество и надежность. Сдайте ПЦР-тест на COVID-19 в ВДЦ за 800 рублей. Результат в день обращения. Сегодня дочью и завтра днем по области Волгограде ожидается паспортная погода, осадки в виде снега. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха дочью минус 5, днем минус 1,0. Редактор субтитров А.Семкин